здравствуйте я Дмитрий Трофимов и сегодня мы поговорим с вами о теме почему мой друг постоянно шутит надо мной мы поговорим об этой теме конкретно почему он шутит а вам неприятно но он продолжает это делать мы поговорим какие плюшки и какие удовольствия что он получает с того что над вами постоянно шутит и вам неприятно но при этом прикольно и по кайфу а если вы уже смотрели мои видео то вы знаете что с такими людьми вам не нужно общаться рекомендую вам посмотреть видео где я говорил о признаке токсичных друзей в кавычках конечно же друзей что от них нужно избавляться если эти признаки есть также есть видео на моем канале по теме если над вами шутят и вам неприятно но вы вместо того чтобы сказать это отшучивайтесь тоже посмотрите обязательно это видео но сегодня мы поговорим о том что именно получает такой ну в кавычках опять же друг потому что на самом деле это же конечно же не друг окей первое что он получает это самоутверждение как это проверить что он получает именно самоутверждение что вообще самоутверждение это значит что когда над вами шутит он себя завышает потому что у него как будто бы есть интеллект у нее уже такие интересные шутки и автоматически когда он себя завышает за счет этих шуток он автоматически вас принижает потому что в самой шутке есть какой-то подкол какой-то какой-то укол неприятный и при этом самой шутки может быть какая-то тема, которая делает так, что он лучше, а вы хуже. Или он нормальный, а вы хуже. Почему же он это делает именно с вами? Посмотрите на его жизнь. Мы всегда смотрим на жизнь человека, который пытается где-то что-то там вот подколоть. Посмотрите, у него есть самореализация в жизни. Может быть в его работе, может быть в его учебе, может быть у него, не знаю, может быть есть какие-то жизненные цели, может быть какие-то достижения значимые, может он где-то в хобби что-то делает. Посмотрите, если вы видите, что у него нет общей какие-то цели, если у него нет достижений, нигде ничего нет, то одна из причин, почему он это делает, он само утверждается. Потому что в жизни у него нигде ничего нет и он таким образом компенсирует. То есть, первая причина это компенсация. Он вас занижает, себя завышает, тем самым он думает, я в порядке, я классный, со мной все хорошо. Вторая причина, почему он может над вами шутить. У него так принято. В семье, например, над ним также шутили или может быть его даже гнобили, может быть у него какой-то свой круг общения и был или есть, который также максимально вот наносит такие вот психологические удары в виде шутки. Да, неприятно, да, больно, но он к этому привык, адаптировался и делает то же самое по отношению к вам. То есть, он так привык. Соответственно, он думает, что таким образом он поддерживает общение, потому что так должно быть. Он не понимает, что это ошибка, да, что это может быть искажение ума, что это искажение может быть убеждение, которое у него в голове влияет на него. Еще одна может быть причина, почему он так делает, это он нарцисс. То есть, есть признаки нарцизма, об этом мы поговорим чуть позже в других видео, но суть одна. Нарциссы любят опять же унижать жертв. Кто-то критикует, кто-то осуждает, кто-то высмеивает, но нарциссы так могут делать. Поэтому нарцисс легко может взять, вот например, бесконечно шутить и получать от этого удовольствие. Но при этом, опять же, повторюсь, жертве — это неприятно. Следующая причина — дело в вас. То есть, вы ему показали, что с вами так делать можно. То есть, вы не показали ему свои границы, вы отшучивались. Ха-ха-ха, ладно, Михаил, да, конечно. Хотя вам внутри неприятно. Вы продолжаете отшучиваться, и он думает, ну, так все в порядке же. Он же смеется, ему нравится, он не говорит о том, что ему не нравится. Поэтому я продолжу это делать дальше. И он продолжает это делать дальше, и в вашем случае получается, что вам неприятно. Соответственно, вам нужно это исправить и показать ему всем своим видом, сказать вслух, что вам это неприятно. Пожалуйста, так не делай. Следующая причина — это искаженное убеждение, связанное с тем, что чтобы выжить вот именно вот в какой-то среде, либо выжить в мире, нужно показать свою силу, показать зубки. И люди тренируются, то есть, из-за этого негативного убеждения, вредного убеждения, они в буквальном смысле слова тренируются выживать. Хотя это на самом деле можно не делать. Один из признаков выживания — это стебать других постоянно. То есть, они таким образом показывают, я смотри, я сильный, я могу. То есть, они доказывают, опять же, тебе, когда на тобой шутят, и себе показывают, что они могут с этим справиться. Следующая причина — это токсичное мышление. То есть, это не просто друг, который только шутит, он вообще токсичный по определению. И признаки токсичного человека, опять же, есть на моем канале, вы можете уже посмотреть. Токсичный человек, он будет шутить негативно, он будет говорить какую-то критику негативно. То есть, он будет высмеивать разные сферы жертвы. И в этом случае, конечно, он не остановится, будет шутить постоянно, потому что он сам по себе токсичный. Я назвал причины, почему он это делает. Но самое главное — вам не нужно это анализировать. Почему он это делает? Не важно. Важно остановить этот процесс. Остановить процесс, когда над вами шутят неприятно, и вам тяжело психологически. Не нужно отшучиваться в ответ. Не нужно там отхихикываться в ответ. Не нужно молчать. Не нужно думать, что сейчас я что-то скажу, тогда он точно от меня. Тогда он уйдет, и я останусь в одиночестве. Вам нужно настроиться на то, что вам нужно озвучить слух. Вам нужно озвучить слух, что вам это неприятно. Каким вы это будете делать способом — неважно. Главное, это нужно показать. И вот важный нюанс. Если этот друг в кавычках продолжит дальше шутить и скажет, что это дело в вас, что это вы какой-то не такой, что у вас какие-то проблемы, а он просто пошутил — это не друг. Это друг в кавычках. Но если он остановится, может быть, не с первого раза, но со второго или с третьего, остановится и поймет, что действительно вам неприятно, он действительно, скорее всего, друг, потому что он не хочет вас потерять. Он понимает, что вам неприятно. Друзья заинтересованы, чтобы внутри окружения было у них все хорошо. И на сегодня все, дамы и господа. Напоминаю, что можно подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, как вам эта информация, да и вообще просто напишите, как у вас вообще дела. И на сегодня все-все-все. Пока-пока. Здравствуйте, я Дмитрий Детрепет.